Масштабные инвестиции в инфраструктуру Азербайджана, ставшие одной из тем прошедшего в феврале Всемирного экономического форума в Давосе, дают все более зримые плоды. Спустя всего две недели после того, как президент страны Ильхам Алиев вернулся из Швейцарии, хорошие новости из Баку пришли для любителей автомобильного спорта. Посетивший азербайджанскую столицу исполнительный директор самой популярной автогонки мира «Формула-1» Чейз Керри подписал с министром спорта и молодежи Азербайджана Азадом Рагимовым новый трехлетний контракт, согласно которому королевские гонки будут проходить в Баку вплоть до 2023 года. Здравствуйте, я Сергей Строкань, политический обозреватель с комментарием на портале «Москва-Баку». Прошлый контракт истекал после сезона 2020 года. В связи с этим организаторы главного мирового чемпионата по автоспорту решили заблаговременно позаботиться о том, чтобы получить гарантированное место для проведения соревнований и после будущего года. Отметим, что это был тщательно подготовленный, хорошо продуманный выбор, сделанный после того, как руководство гонок подробно изучило все возможные предложения и варианты. Вот как следует из заявления Чейз Керри, Баку был признан лучшим местом для проведения гонок после анализа более 20 соревнований, состоявшихся в прошлом году в рамках Формулы-1. Судя по их заявлениям, в Формуле-1 Баку считают самым оптимальным местом для проведения захватывающего состязания выдающихся гонщиков мира. Чейз Керри говорит об этом так, я цитирую. «За короткий промежуток времени гонка в Азербайджане стала одной из самых популярных. Там всегда проходят плодные и захватывающие гонки. Азербайджан обеспечивает отличное гостеприимство, а прекрасный город Баку – удивительное место для величайшего автоспорта». Конец цитаты. Те, кто внимательно следит за последними новостями в мире автомобильного спорта, имеют все основания сделать вывод о том, что из года в год королевские гонки становятся все более зрелищными и драматичными. Уже на этой неделе команда Формулы-1 ХААС представила свой новый болид, на котором гонщики будут выступать в этом году, а Red Bull презентует свои гоночные машины 13 февраля. В ходе визита в Баку глава Формулы-1 пообещал, уже в этом году миллионы поклонников автомобильного спорта увидят много новых новинок, спорткаров и новых пилотов. Кроме того, возрастет количество организаторов гонок, а это создаст все условия для проведения состязаний на еще более высоком уровне. Напомним, что соревнования Формулы-1 проводятся в мире с 1950 года, и вот дожившие до наших дней первые гоночные автомобили 50-х годов прошлого века, эпохи, которую называют «золотым веком» мирового автопрома или «Детройтским барокко». Сегодня гордо почивают на лаврах в коллекциях миллионеров, или время от времени решаются тряхнуть стариной, принимая участие в заездах почтенных ретрокаров. Но, наверное, есть своя логика и даже определенный символизм в том, что в будущем году 70-летний юбилей Формулы-1 можно будет отметить именно в Баку, городе, где великие автогонщики и автоинженеры на протяжении последних лет собираются для того, чтобы выяснить, кто же в мировом автоспорте сегодня лучший. Они собираются в городе, который одновременно является побратимом Дакара, Неаполя, Хьюстона, Бордо, Киева, Хайфы и Рио-де-Жанейро. Подмечено и не раз, что Азербайджан является оживленным перекрестком между севером и югом, востоком и западом. Азербайджан стремительно превращается в международный хаб. Своевременные стратегические инвестиции в инфраструктуру повышают его международную капитализацию. Сегодня это в полной мере проявляется в соревнованиях Формулы-1 в Баку. Теперь давайте зададимся вопросом, в чем слагаемые этого успеха. Говорят, что сначала человек работает на свою репутацию, а затем репутация работает на человека. Вот эта истина вполне применима не только к людям, но и к государствам. Не секрет, что в свое время Азербайджан приложил огромные усилия, чтобы доказать обоснованность своих амбиций, и в итоге в честной конкурентной борьбе добился права из года в год принимать у себя великих автогонщиков нашего времени. Получается, что вначале Баку работал на свою репутацию, а сегодня уже репутация работает на Баку. Благодаря этой репутации Формула-1 и получила в азербайджанской столице постоянную прописку. А ведь принимать у себя королевские гонки были бы рады и многие другие города Запада и Востока. Что касается азербайджанской столицы, то задача строительства горочной трассы в районе Бакинского Приморского бульвара, знаменитого круга длиной чуть более 6 километров, где движение происходит против часовой стрелки, была решена успешно на все 100. И только проектировщики и строители знают, сколько было пролито пота, сколько приложено усилий, чтобы трасса для Формулы-1 была проложена сантиметра в сантиметр с ювелирной точностью. Такой результат, впрочем, закономерен. В стране умеют строить транспортные магистрали. Вот согласно озвученным в этом году в Швейцарии данным Всемирного экономического форума в Давосе, Азербайджан занимает 34 место в мире по качеству дорог. Впрочем, Формула-1 это не только история про знаменитых гонщиков, кумиров миллионов, про чудо-болиды, про идеальные дороги, по которым проносятся ревущие спорткары, наполняя кровь восхищенных зрителей адреналином. Подобное соревнование это еще и серьезная проверка всей инфраструктуры страны. Ее способность принимать у себя тысячи туристов из ближнего и дальнего зарубежья, создавать им самые комфортные, безопасные условия пребывания в стране. То есть, это демонстрация растущих возможностей Азербайджана как нарождающейся туристической державы на постсоветском пространстве с ее неповторимым колоритом, яркими культурными традициями. Удивительной природой и конечно же с восточным гостеприимством, которое здесь в Азербайджане по свидетельству очевидцев особое. Вот побывав на соревнованиях Формулы-1, которые пролетят быстро, после их завершения многие гости Азербайджана захотят остаться в стране подольше или вернуться в нее снова, провести в ней каникулы, отпуск или медовый месяц и узнать, почему к примеру Азербайджан называют страной огней. Наконец, королевские гонки, как и любое крупное соревнование такого рода, это и дополнительный мощный источник привлечения инвестиций, пополнение бюджета страны, стимул для развития и диверсификации экономики. Вот что говорит об этом министр спорта и молодежи Азербайджана Азад Рагимов. Я цитирую, новый контракт позволит нашей гонке увеличить коммерческие доходы за счет увеличения активности фанатов и совершенно нового спонсорского подхода для привлечения наших местных и региональных компаний. Конец цитаты. Наиболее же подробно значение Формулы-1 для своей страны по итогам встречи с исполнительным директором Формулы-1 Чейзом Керри сформулировал на этой неделе сам президент Алиев. Напомним, что в прошлом году иностранные туристы потратили в Азербайджане более 2 миллиарда долларов. Ильхам Алиев выразил убежденность, что продление контракта на проведение в Баку Формулы-1, имеющей почти полумиллимерную аудиторию, придаст новый импульс развитию всей туристической индустрии Азербайджана. А это, в свою очередь, создаст дополнительные условия для развития малого и среднего предпринимательства, вовлеченного в туристическую сферу. В общем, получается, что для Баку соревнования Формулы-1 имеют растущее значение с точки зрения имиджа страны, представления об Азербайджане в мире и с точки зрения получения экономической прибыли. Примечательно, что на встрече Ильхама Алиева и Чейзо Керри говорилось и о значении, организованной в Баку третьей международной конференции польза для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований. Обсуждение этих вопросов становится все более актуальным. В связи с тем, что уже в сентябре этого года в Баку пройдет 37-й чемпионат мира по художественной гимнастике. На нем будут разыгрываться путевки на Олимпиаду 2020 года. В индивидуальных соревнованиях 16 лучших гимнасток получат право выступать на играх в Токио, а в групповых состязаниях Олимпийские лицензии завоюют 5 лучших команд. Кроме того, в этом году на стадионе Олимпийский в Баку пройдет решающий этап одного из главных международных футбольных турниров в финал Лиги Европы. В общем, получившая многолетнюю визу в Баку Формула-1 это одно из слагаемых азербайджанской формулы успеха. В этом и состоит притягательность всего того, что называют мягкой силой. Этой притягательностью по-настоящему обладают далеко не все государства мира. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья!